Марианна Красовская. Алмазная лилия. Текст читает Татьяна Виноградова. Глава первая. Лиля-крышка. Меня зовут Лиля. Как и Лиля-брик, только не Брик, а Горшкова. Замечательно звучит, правда? Лилия Горшкова. Примерно так же круто, как Изабелла Тяпкина или Эмилия Сидорова. Ничего не поделаешь. Мама большая поклонница Маяковского. Наверное, она надеялась, что я стану немного Брик, но фамилия все же перевесила. Поэтому я крышка. Так меня в школе прозвали. Горшок, кастрюля, крышка. Логику улавливаете? Ну и еще потому, что я неуклюжая. В любом деле мне крышка. Не красавица. Что есть, то есть. Обыкновенная среднестатистическая девушка. Или уже женщина. Почти уже 30 лет. Живу с мамой в Хрущевке. Работаю в библиотеке, потому что мозгов особых тоже нет. Талантов нет. Талии нет. Красивых голубых глаз нет. Обаяния нет. Короче, не веселая у меня жизнь, если честно. Всего и достоинств, что волосы густые, мягкие, цвета выбеленные солнцем соломы, да грудь четвертого размера. Но поскольку последняя идет в комплекте со складками на боках и целлюлитом на попе, так себе достижение, если честно. Волосы у меня от мамы. Она-то красавица и умница. Не то, что я. Высокая, стройная, да еще и главбух на большом заводе. Она ценный специалист. Меня вот в библиотеку на заводе пристроила, потому что мы обе понимаем, что институт-то я закончила, но вот технарь из меня как из литровой банки ваза. То есть работать могу, а вот эстетики никакой. В принципе, я не жалуюсь. Бывает и хуже. Наверное. Ну, подумаешь, отношений никогда не было и с мамой живу. Зато здоровье у меня железное и кот красивый. В библиотеке невкусно пахнет бумажной пылью. Надо переписывать на карточки пришедшие сегодня технические журналы. А мне хочется читать любовный роман, тайно пронесенный через проходные. Или торчать в соцсети, разглядывая фотографии одноклассников с моря. Я-то на море ни разу не была. Куда мне с зарплатой библиотекаря? Мама у меня могла бы позволить себе. Но она трудоголик. Ей даже в выходные звонят постоянно. А она и рада. А море красивое. Голубое. Фотошоп, наверное. Я же видела водохранилище у нас в области. Оно почти как море. Только пресное. Никакое оно не голубое. Обычная, мутная, коричневато-серая вода. Как в речке. Как вся моя жизнь. Мама всегда ругается, когда я ною. А я даже не представляю, как ей объяснить, что жизнь у меня одна. И я ничего в ней не видела. Она-то и на море была. И за границей пару раз. И ребенка вон родила. Пусть и без мужа. Курортный роман у нее был. А я даже этого лишена. Хотя все мои одноклассницы уже сходили замуж. Некоторые и не один раз. Вот бы и мне на море. И курортный роман. Чтобы хоть узнать, что такое любовь. В книжках все красиво. Он смотрит на нее пристально и жадно. А у нее колени слабеют. И бабочки в животе. Эх. У меня вот колени только один раз в жизни слабели. Когда физкультурник требовал, чтобы я через козла прыгала. Который мне ростом по шею. Я что тогда самая мелкая в классе была? Что сейчас? Метр с кепкой в прыжке. А козла я тогда опрокинула и руку вывихнула. Поэтому больше меня на физкультуре не трогали. Лиля. Вот еще кашапе пришли. Плюхнула передо мной на стойку пачку журналов НАТО. Наш курьер. Мне есть что в цеха отнести? Примечание. Кашапе. Журнал. Кузнечно-штамповочное производство. Примечание автора. Конец примечания. Нет, Наточка. Я, наверное, ужасно покраснела. Я пока не разложила. Ну вот как раз кузнечное производство внесу в базу и тебе сообщу. Ладно, согласилась Надка, усаживаясь на стул. Чайку налей тогда. Убегалась я. Сама налей. Буркнула я. Сидишь же рядом. Нада не обиделась. Чайник действительно был ближе к ней, чем ко мне. А сахар есть? А печенье? Сама же знаешь, что нет. Вздохнула я. Я на диете. И так работа сидячая. С печеньем я еще больше растолстею. По-моему, ты вообще воздухом питаешься. Укорила меня стройная, как лань, подруга. К диетологу сходи. А еще лучше, к эндокринологу. Ага, уже бегу. Фыркнула я. У нас в поликлинике таких врачей сто лет, как нет. А платно, знаешь, дороговато. Это да. Вздохнула Нада, извлекая из своего рюкзака шоколадку. И соблазнительно шурша фольгой. На наши зарплаты нужно с детства вести здоровый образ жизни. Помереть дешевле, чем заболеть. Ты цены на места на кладбище видела, возразила я. Не дешевле. Мы с мамой пару лет назад хоронили деда. Знаем. Поэтому я в своих словах уверена. Ладно, я помчалась. Наконец, отставила чашку Надка. Мне надо в кузницу договор отнести. И в КБ рекламные буклеты. Ты тут не кисни? Ага. Я пожала плечами. Не кисну. У меня книга есть. Про любовь. Первое, что меня удивило и изрядно напугало, когда я пришла домой. Дверь была закрыта изнутри. Это значило, что мама уже дома. Она никогда не приходила с работы раньше меня. Неужели что-то случилось? Заболела? Я забарабанила в дверь сначала костяшками пальцев, потом ключами, потом ногой. Звонок у нас никогда не работал. Да он и не нужен, если есть домофон. Ну чего долбишься? Недовольно сказала мама, открывая мне дверь. Весь подъезд слышал. Я с облегчением убедилась, что на вид она в полном порядке. Даже лучше, чем обычно. При макияже и в нарядной блузке. Ой. Вторым шоком стали ботинки. Мужские ботинки размера этак сорок пятого. По внешнему виду байкерские. Тяжелые, с квадратным носом и мощным каблуком. Ой. Мам, у тебя свидание? Испуганным шепотом спросила я. Мне надо погулять? Не выдумывай, Лилия. Какое в моем возрасте свидание? Строго ответила мама. И вообще, я бы позвонила, предупредила. У нас гости? Ничего не понимала я, скидывая туфли и засовывая ноги в пушистые розовые тапочки. Ага, проходи на кухню. Я и прошла. На нашей крошечной кухне на крошечном табурете за крошечным обеденным столом сидел массивный, словно шкаф, мужчина. С бородой. Нет, первое впечатление обманчиво. Это не шкаф, скорее комод, потому что вширь и ввысь он примерно одинаковых габаритов. Когда-то я спрашивала маму, кто был мой отец. Давно, еще в детстве. Она сказала, какая к черту разница, если его в нашей жизни нет. Ну, он красивый был, обаятельный, веселый. Что сказать, никакого обаяния и уж тем более веселья я в этом не видела. Скорее, он был пугающим, и черный классический костюм на нем смотрелся нелепо. Ему бы больше кольчуга подошла и топор или молот. Что мама вообще в этом гноме нашла? Потому что я как-то сразу поняла, откуда у меня маленький рост и плотное телосложение. В папу, чтоб его. Ну, здравствуй, холодно поприветствовала я блудного родителя. Чего приперся? Лиля! Придушина ахнула мама за спиной. Что, Лиля, зачем ты вообще пустила это в наш дом? Генрих, твой отец, я догадалась. Стоп, что? Какой к черту Генрих? Я Владимировна? Ну, Лилия Генриховна звучала как-то слишком пафосно. Растерянно ответила мама, вдруг потеряв свою уверенность. Лилия Владимировна красивее. И потом я не думала, что Генрих вообще нас когда-нибудь найдет. Как видишь, он проявил чудеса дедукции. Ты что, ему моего чая заварила? Я с возмущением принюхалась и заглянула в свою любимую большую чашку, которая теперь стояла перед этим. Как ты могла? Генрих любит чай. Мама! А хотя, ладно, разбирайся с ним без меня. Я пойду погуляю лучше. Стоять! Рявкнул этот басом. Сидеть! Я вообще-то девушка порядочная и воспитанная. Но сейчас, глядя в наглые серые глаза, членораздельно и громко произнесла, куда ему следует пойти. Да-да, именно туда, где побывала моя мать, когда мной забеременела. Да, матом. Лиля! И ты тоже. Иди. Послать матом мать, все же язык не поворачивался. Лиля, да послушай же, Генрих приехал за нами. Мы будем жить с ним. Я с искренним изумлением посмотрела на мать. Она что, свихнулась? Ей всего сорок восемь. Рановато для маразма. Девочка! Слушай, папаша, ты не понял? Ух, Лиля разозлилась. Тебе объяснить на пальцах, куда я тебя послала? Он вдруг загоготал, хлопая огромной ладонью по столу, который жалобно затрещал и осклабился. Моя девочка. Никаких сомнений. Алла, выйди. Мама быстро закивала и исчезла. Предательница. Я скрестила руки на груди, оперлась спиной на косяк двери и выжидающе на него уставилась. Ну давай, поведай мне душесчипательную байку, как ты годами нас искал и наконец нашел. Лиля, ты мой единственный ребенок, пробосил гном. Допустим. Других у меня не будет. Все, отгулялся. Импотент-то? Сочувственно покивала я и, увидев недоумение на его лице, пояснила. Бобик сдох. Не стоит? А, ты об этом. Стоит. Но после сильного облучения я бесплоден. И ты вспомнил, что есть я? Ну не то, чтобы вспомнил, скривился Генрих. Я понятия не имел, что у меня есть ребенок. Мы с твоей матерью только однажды и виделись. Ну не в том смысле однажды, что однажды. Избавь меня от подробностей. Выставила ладони вперед я. Я поняла, вы больше не встречались после того краткого романа. Угу, так и есть. Я и забыл про нее. Я поджала губы. Нет бы про вечную любовь заливал. Я с тобой честен, напомнил этот. И вообще, я бы сына предпочел. Но что родилось, то родилось. А чего от нас хочешь? Мне начинал нравиться этот чувак. Наследница моя ты. Я богатый. Очень. Честно. Чем докажешь? Он, мрачно глядя на меня, вытащил из кармана замшевый мешочек и вытряхнул из него. Мама дорогая. Горсть прозрачных сверкающих камней. Самый крупный из которых был величиной с перепелиное яйцо. Это что, брюли? Ахнула я. Настоящие? Тебе бумагу показать? Или ювелира пригласить? Ты вор? Ты вор? Прямо спросила я. Ювелир? Сторож в алмазном фонде? Я, пожалуй, владелец прииска. Приисков. Важно ответил мужик. Охренеть! Ага. А насколько ты богатый? Ну, весь этот город могу купить. Я не то, чтобы ему поверила. Но вдруг сразу вспомнила, что в холодильнике у нас мышь повесилась. А еще я море ни разу не видела. Нет, такой папаша все же лучше, чем алкоголик. Правда? Допустим, я тебе верю. Осторожно, сказала я, отрепая от косяка, садясь за стол и трогая ногтем один из камушков. Только это... бесплатный сыр лишь в мышеловке бывает. Меня смущает то, что ты нас нашел. Ну, отписал бы все племянникам, двоюродным братьям или кому там еще. Я-то тебе зачем? Ты родная, отвел глаза бородач. Ну и вообще... Поподробнее. Я цверк. Чего? Цверги это... Я вообще-то в библиотеке работаю, перебила его я. Цверги это гномы. Или у тебя фамилия такая? Генрих Цверк. Немец. Ага, только в Германии нет приисков. Гномы. Это слово ругательное. Не надо так. Ага, как негры. Именно. Быстро схватываешь. Вся в меня. Мне захотелось стукнуться головой об стол. Вон пошел. Мрачно сказала я. И без справки от психиатра не приходи. Лиля. Мне полицию вызвать? Я говорю, давай, проваливай. И стекляшки свои забери. Гном недоделанный. Я никуда не пойду. Мам, вызывай полицию. Да выслушай ты меня. Грохнул кулаком об стол мужик. Стол не выдержал такого наезда. И, крякнув, развалился. Ох ты ж. Ладно, тогда я уйду. Попятилась я. Мам! И психиатрическую бригаду. Так, ладно. Я уйду. Но завтра вернусь. Со справкой от психиатра. С доказательствами. С доказательствами. С доказательствами. Как видно, яPA.